Я очень поздравляю, что рекламировали. Меня тоже ловили. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Айча Айшин Туран родилась 25 октября 1992 года в Синопе, Турция. У девушки истинно турецкие корни, поскольку ее родители родом из Синопа и Кастаману. Айча родилась в семье седьмым ребенком. У нее пять старших братьев и одна сестра. Детство девочки прошло в любви и заботе. Ведь старшие братья всегда защищали и оберегали малышку. Обучаясь в школе, особыми успехами Айча не отличалась. И даже не представляла, что планируя связать свою жизнь с искусством, добьется такого блестящего будущего. После школы девушка продолжила образование на факультете радио, кино и телевидения Стамбульского университета. Когда ее зачислили на телевизионный факультет, Айче пришлось уехать из родительского дома. Переехать в Стамбул и начать самостоятельную жизнь. Сперва это ее напугало. Но будущая актриса твердо знала, к чему стремиться. И упорным трудом пробивала себе путь в шоу-бизнес. На тот момент в планах девушки не было стать актрисой. Айча мечтала работать именно за кадром. Ей было интересно, как снимаются фильмы, как пишутся сценарии, как строятся сюжетные линии. И подтверждает этот факт то, какой университет и какую кафедру она выбрала для учебы. Но все изменилось в тот день, когда девушка случайно оказалась перед камерой. Свою карьеру Айча Айшин Туран начала еще во время учебы. Дабы не сидеть на шее родителей и самой себя обеспечивать, она подрабатывала на съемках короткометражных фильмов. Молодую актрису заметили продюсеры и начали приглашать на съемки. Вначале в разных сериалах, а со временем в серьезных фильмах. Постепенно в арсенале королевы эпизодов начали появляться громкие и запоминающиеся главные роли. Ошеломляющий успех пришел в 2011 году, после роли Гюльфем в фильме «Слушай, дорогой», которую она сыграла идеально, раскрыв сложный и своеобразный образ девушки. Далее были сериалы «Черный цветок», «Мерьем», фильм «Милый и опасный» и другие. Благодаря мировому успеху сериала «Защитник», А Туран узнали не только в родной стране, но и далеко за пределами Турции. Так Айча Айшин Туран из скромной девушки с малообеспеченной семьи превратилась в одну из самых популярных турецких актрис. Успешная карьера принесла в жизнь Айчи не только славу, но и материальное благополучие. У девушки отпала необходимость в скромной жизни и экономии средств, ведь с каждым новым сезоном ее доходы стремительно росли. В начале карьеры, работая над сериалом «Черный цветок» в роли Ады, артистка получала по 3000 турецких лир за каждую отснятую серию. В новом сезоне Айче предложили новую главную роль, и ее гонорар вырос до 30 тысяч турецких лир за одну серию. А еще неплохой доход девушка получает от того, что участвует в фотосессиях, причем делает это с огромным удовольствием. Кроме того, что Айча Айшин Туран талантливая актриса, она безумно красивая, фотогеничная и с ярко выраженной индивидуальностью. Обложки многих журналов украшают фотографии голубоглазой красавицы. Хоть молодая актриса не считает себя сногсшибательно красивой, но ее часто сравнивают с восхитительной моделью Мирандой Керри, успех которой в модельном бизнесе просто ошеломляющий. Сегодня в мировой базе данных о IMDb Айча Айшин Туран считается одной из самых востребованных актрис. А вот личная жизнь у актрисы можно сказать сдержанная. Сама Айча не любит рассказывать о своем сокровенном, поэтому информации о ней очень мало. Известно, что пока она не состоит в браке и не имеет детей. Долгое время у Айчи был роман с популярным турецким актером, сценаристом, режиссером и композитором Асджаном Денизом. Звездную пару не смутил тот факт, что мужчина был старшей избранницы на 29 лет. Ходили слухи о предстоящей свадьбе, но в 2017 году они все же расстались. Также турецкой красавице приписывали роман с актером Фурканом Андычем, после того, как они несколько раз были замечены вместе на светских мероприятиях. Но эти слухи знаменитость опровергла. В одном из интервью девушка призналась, что чрезвычайно влюбчива. Айча думает о свадьбе, однако выйти замуж она мечтает только по настоящей любви. А такую, как известно, встретить достаточно сложно. Для актрисы не имеет значения внешность будущего избранника. Зато играют важную роль человеческие качества. Искренность, надежность, умение поддержать и понять. Актриса поделилась, что давно не переживала чувство влюбленности. О настоящей любви она еще не встречала вообще. Чего не скажешь о ее любимой героине. Сама Айча считает, что ближе всего по духу для нее была роль Марием. Эта женщина так же, как она, чиста и невинна. А вот наивной ее назвать сложно. Она выросла в любви и заботе. Поэтому знает, что любовь требует защиты, самопожертвования и труда. Она не может потерять самое дорогое, что у нее есть. Чтобы ее понять, нужно заглянуть в ее сердце. Кроме того, они обе не росли в роскоши и знают цену деньгам. Стоит отметить, что актрису очень любят простые люди. Ведь всего, что у нее сегодня есть, она добилась сама. Она знает, что такое бедность и нужды. И, соответственно, прекрасно понимает состояние героев, которых раскрывает на экране. Перед тем, как начать воплощать свою героиню на экране, актриса каждый раз посещает коуча по актерскому мастерству. Кроме этого, много читает, анализирует ситуацию вокруг и полностью отслеживает новости. Для Айчи актерское мастерство – это проявление жизненного опыта и сочувствия. В плане кумиров Айча является тайной поклонницей американской актрисы театра и кино израильского происхождения Натали Портман. Ее дебютная роль в фильме «Леон», где она сыграла девочку Матильду, до глубины души тронула молодую актрису. Но Туран импонирует не только ее актерское мастерство, но и весьма разноплановый образ жизни. Ведь Натали занимается и правозащитным активизмом, и политикой. Она выступает за защиту животных и окружающей среды. Она помогает жителям бедных стран получить микрокредиты для бизнеса. Кроме того, актриса принимала участие и в разных предвыборных президентских компаниях. Еще Айча Туран восхищается легендарным голливудским актером и продюсером Леонардо Ди Каприо, обладателя премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Его называют великим актером, который каждым новым фильмом сотворяет просто сумасшедшие вещи, не перестает удивлять безграничностью своего таланта. Фильм «Титаник» каждый раз смотрится как впервые. Считается, что это наивысшее достижение в кинематографе. Среди любимчиков Айчи также есть канадский актер и музыкант Райан Гослинг, чей незаурядный талант позволяет с одинаковым успехом играть и героя-любовника, и меланхоличного клона-репликанта из мира будущего. Ну а для тонкой нежной души Айчи наиболее близки телесериалы «Каликусу» и «Хаят Агачи». Как и большинство знаменитостей, Айча активный пользователь социальных сетей. Она имеет официальный профиль в Твиттере и страничку в Фейсбук. А в своем Инстаграм Айча Айшин Туран всегда рада поделиться со своими поклонниками множеством фотографий, на которых запечатлены самые яркие и интересные события, происходящие в ее жизни. А поскольку Айча очень разносторонний и жизнерадостный человек, который любит путешествия, плавание, живопись, ей всегда есть чем порадовать фанатов. Сейчас у нее около трех миллионов подписчиков в этой сети. Также у Айчи Айшин Туран ВКонтакте не меньше трех открытых групп. Но актрисе эти страницы не принадлежат. Айча Айшин Туран действительно великолепная актриса. Зрители, поклонники и фанаты всегда с нетерпением ждут ее новых ролей. Огромную роль в своих достижениях Айча отводит любимой матери и семье. Актриса очень тепло отзывается о родных. Ведь они поддерживали девушку во всех начинаниях и всегда верили в нее. В одном из интервью она признается, что без веры родителей и дорогих ее сердцу людей, она вряд ли была бы такой сильной и отважной. Ведь когда Айча только переехала в столицу, она тут же захотела вернуться обратно домой. Ее настолько пугал слишком шумный Стамбул и бешеный ритм жизни в мегаполисе, что девушка постоянно лила слезы. И только благодаря поддержке матери молодая актриса почувствовала себя уверенной и смогла преодолеть препятствия на пути к своей мечте. По просьбе Айчи, мама, дабы хоть немного унять страх и волнение дочери, даже присутствовала на ее первых пробах, которые та успешно прошла. Девушка с ностальгией вспоминает о детстве, о запахе маминой еды, о шумных играх с братьями. Если бы была возможность путешествовать во времени, она бы хотела вернуться туда. В ее памяти до сих пор живет воспоминание о том, как, возвращаясь домой на обед, угадывала, что же приготовила мама. В общем, актриса счастлива, что прожила свое детство в полном смысле этого слова.